Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 15 мая, день Бориса и Глеба. На замче святых мучеников Бориса и Глеба, князей русских, святой Владимир, просветивший святым крещением всю землю русскую, имел 12 сыновей, не от одной жены, но от разных, от болгарии Бориса и Глеба. И посадил их отец на княжество Бориса в Ростове, а Глеба в Муроме. Оба брата мученически погибли от рук окаянного святополка, их сводного брата от гречанки, который хотел захватить престол в Киеве. Этот день в народе называли соловьиными праздниками. Считалось, что 15 мая соловьи начинают петь, и тот, кто услышит утром соловья, тот целый год будет счастливым. В этот день начинали сеять хлеб, была даже пословица на Бориса и Глеба, успей посеять хлеба. Вообще этот день был известен и под другими названиями. Свистопляски, свистунью, соловьиный праздник, а также Барыж день, Борис день. И все потому, что святого Бориса в народе называли барышником. Народ отмечал этот день в надежде получить прибыль барыш. В эти дни съели огурцы и тыкву. А чтобы урожай овощей был богат, перед посевом зарывали в землю палец и молились. Это традиция, связанная со святой мученицей Маврой, которой отрубили пальцы рук. Когда же сажали семена, напротив молчали. Приметы. Если соловей весь день громко поет, провожает весну и встречает лето. Кто при пении соловья рубаху скинет, того блохи кусать не будут. Ясный заход солнца в этот день, лето будет ясным, сухим. Если услышишь соловья раньше кукушки, счастливо проведешь все лето. 11 лунные сутки. Они носят такое название. День Икадаши. Первый день Икадаши. В лунном цикле бывают разные по энергетике сутки. И эти наиболее мощные из всех. В организме человека они активизируют первоначальную жизненную силу. Йоли ее называют кундалини. Эту энергию важно направлять на укрепление и обновление организма. Для того, чтобы ей ничего не мешало работать, рекомендуется полностью удержаться от принятия пищи. Если вы сегодня затеяли какое-то дело, то обязательно доведите его до конца. Физическая нагрузка должна быть обычной, а то и чуть меньше. Эмоционально будьте спокойны и не общайтесь с теми людьми, которые вас растражают. И еще одна важная рекомендация. Сегодня ничего не режьте ножом, даже хлеба. Двенадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активизирует сознание человека, чувствуя милосердие и сострадание. Сутки имеют свой символ – сердце, который повсеместно связывают с милосердием и состраданием. Считается, что если в этот день не оказывать милосердие и сострадание, то можно самому этого лишиться. Сегодня противопоказанное проявляет злобу и ненависть. Не следует отчаиваться и плакать. Наоборот, молитесь, просите, меняйтесь, становитесь иной личностью. Сегодня не следует перенапрягаться. Наоборот, ограничьтесь с пешеходными прогулками, с любимым человеком. Питание сегодня жидкое, свежевыжатые соки, отвары трав, фруктовые компоты. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо-Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok